Пригласили меня в гости комрады, в славный город Казань. Долго не думая, отправился за 350 километров покопать. У нас же в Самаре монет не хватает. В общем, отправился. 4,5 часа пришлось трястись по дороге. Некоторые участки были просто невыносимые, как после бомбежки. И подъезжая к Казани, было ощущение, как будто заезжаю в другую страну. Дороги шикарные. Ну да ладно. О происхождении города Казани вводит множество легенд. Но казанцам полюбилась легенда о том, что город произошел от слова «казан», что в переводе означает «котел». В легенде рассказывается о том, что старший сын одного из булгарских правителей, хан Артенбек, спасаясь от преследования, оказался на берегу неизвестной реки. Он приказал слуге принести воды в золотом котле. Берег был очень крут, и слуга, черпая воды, нечаянно уронил казан в реку. И эту потерю восприняли как знак. И поселились здесь, на берегу этой реки. У нас сегодня будет челлендж. Выставили мы как бы на соревнования два прибора. «Ванквиш» и «Деус». За трактором куча воронов. Собирают, что похавать. И мы тоже за трактором ходим. 1730-й, да? Да, 1730-й, Анна Ивановна. А сохран? Ой, хорош, хорош сохран. Та-дам! 6-6. Мы с Пашей выровнялись. Ребята, друг взлетел. Друг взлетел. Друг взлетел. Жалко наше возвращается. «Сджай Фантом 4 ПРО». Стоимость какой-нибудь нашей вазовской машины. Да, вот эта штука. Да, мне суждено такое иметь. Итак, ребят, всем привет. Казан, встречай. Мы заезжаем в сам город. Я выехал с семьей. Камера на полосу. Будем несколько дней копать у казанских друзей. Семья моя будет отдыхать под достопримечательностями, походит. Ну, а что получится, ребята? Вы сами все увидите. Камеру отдам своему младшему сыну. Пусть поснимает, что можно интересное. Ну, надеюсь, вот такой формат видео вам понравится. Город достаточно красивый. Исторический, самое главное. Ну, и оцените репортерские, как говорится, качества моего юного сына-блогера. Вот. Так что, вот, смотрите, какая красота. И все это мы посмотрим вместе с вами. Покопаем, посмотрим, отдохнем. Ну, все, погода, конечно, не очень. Дожди, пасмурно, холодно. Ну, а что нам, копателям? Холодь, зной, грязь и слякоть по барабану. Так что, смотрим. Будет очень интересно. Итак, ребята, всем снова привет. Вступление утреннее я делал, но сейчас пришло долгожданное время, когда мы будем копать. Ночной коп. Завтра у нас будет дневной, потом вечерний, утренний. В общем, зависим мы в Казани на два дня. Позади меня стоят комрады, которые нас встретили. Это Паша и Кирилл. Вот, так что, сейчас за встречу, за земляного деда. И по традиции, ребята, это уже заведено, как приезжаем в гости, нам дарят подарки, ну и мы не остаемся в стороне. Так что, сейчас, ребята, дружно поделимся подарками. Что за подарки, вы, конечно, увидите. Классные, наверное, будут, как обычно. Вот, и вот Женя. Жень, привет. Привет. Кирилл. Всем привет. Привет. Ну и Паша, который... Вон он, Паша, который организовал вот именно вот это вот мероприятие. Что подарим? Давайте начнем, пожалуй, с гостей, да? Не, со встречающей стороны, да? Встречающей стороны, конечно. Вот, Паша приготовил нам кое-какие небольшие подарочки. А что за подарочки, мы сейчас посмотрим. Конечно, плохо видно, но я еще продублирую днем. Завтра. Что я хочу сказать. Во-первых, всем привет. Мы очень рады на нашей казанской стране встречать таких гостей. Это Саша, Женя. Мы рады вас видеть. Да, по уже ставшей традиции, хотим вас поздравить с приездом. И подарить вот такие вот значки, вручной работы, почетный гость Казани. Опа-на, ребята. Тяжелый металл, выполненный вручную горячими немалями. Смотрите, что. Вот это да, вот это сувенир, вот это я понимаю. Надпись. Почетный гость Казани. Поздравляю, Жень. Почетный гость. Спасибо. Ну и я, конечно. Серега не поехал, он почетным мне будет. Вот так вот. Ребята, завтра обязательно цеплю. Буду ходить с этим значком. Так, ну я думаю, что с значками мы так же не ограничимся. Не ограничимся? Нет, не ограничимся. У нас дело очень интересное. Я думаю, что нужно добавить памяти и сделать еще два подарка. Ооо. Очень интересных. Вот я знаю, что в прошлый раз Жени не было, а Саше подарили интересную монету. А, я теперь знаю, что там. Поэтому мы хотим, чтобы у него появился вот такой вот такой вот. Подарочная монета. Офигеть, ребята. Теперь еще один самарчанин, обладатель вот такой вот шикарной монеты. Казань. И здесь дракон. Татарстан. Ощи огонь. Красавчик. Спасибо, ребята. А мне чего? Ну, мы ждем. Я знаю, что уже у Саши такая монета есть. Поэтому я думаю, что на память традиция все-таки в нашей стране была очень страшная война. Чтобы помнить это, и чтобы такого больше не повторялось. Вот такая вот юбилейная монета на 75 лет победы. Ох. Честно, ребята. У меня супруга собирает теперь такие вещи. Она у меня тоже коллекционер. Я, конечно, не коллекционер, но супруга у меня любит. Паш, огромное спасибо. Паш, прям от души. От души. Кирюха, от души. Ну и самарчане, да? Не останутся. Ну мы тоже коллекционер. Так что мы знаем, что Паша тоже копает и копает и собирает кое-какие вещи. И мы хотели совместить приятное с полезным. Жень, тащи. Накопать. Тащи. Я надеюсь, у Паши со здоровьем все хорошо. Надеюсь, у него... Я даже не знаю, где искать сердце. Вот, ребята. Ай-яй. Женя, Женя вот так вот красиво упаковал. Я думаю, сейчас в прямом эфире. В прямом эфире Паша у нас откроет. Ребята, сейчас буду смотреть не на подарок, а на лицо Паши. Опа. Да ладно. Коробка в коробке. Опа. Опа. Я знаю. Да ладно. Не может быть. Переворачивай. Медальку саму переворачивай. Иголочки вынесли. А, вон там иголочки, да? Ну я не успел до конца ходить. Я думаю, ты сам не делай. Царское, ребята, царское серебро. За безупречную службу в полиции. Ну, в полиции я не служил, но работали вместе с ними. Так что, в принципе, смотрите по теме. Какой подарок, а. Так что, в Казани появилась вот такая шикарная вещь. Так что, Паш, поздравляем. Спасибо. Раддущий. Ребята прям удивили. Потому что, Паша, у нас медальки коллекционируют. Мы долго. Это займет очень почетно. Долго думали, что же. И как же место. Блин, Кирюх, ты чё шумишь, Кирюх? Кирюх, я чё-то это, понял, что поедешь с нами тоже, да? И вот, и шо тебе такой маленькой подавить тоже вещичка. Опа, и Кирюхе тоже досталось. Створочка. Да, это, как раз, я чистил. Вот, возможно, я чистил мыло, возможно, дочистить надо. Кстати, створка от этого чудотворца. Левая створка. Чудотворец, ребят. Всегда мечтал найти створку. Не находил ещё. Не попадался очень разной, я надеюсь. Есть, поэтому, надеюсь, тебе я соберу. Кирюх, от меня подарок ждёшь? А, Кирюх. Так ещё, давай, 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 давай. Так ещё, да, загребает. Да, так. В каком кармане? Спасибо, спасибо. Сейчас, ребята. Который больше отмисает. Да, ребята, у нас тут немножко так вот барахло раскручено. Тут всё такое, таден-даден. Вот. Вот, ребята, вот этот причиндал я ему дам. И ещё кое-что. Сейчас, ребята. Кирилл, на прошлом копе мы Паше подарили вот такой вот логотип нашего сообщества. Так что пришивай, носи. Но аккуратно. Спасибо. Всё, Павлу и Кирюх у нас откопал. Вот такой ещё вот подгон. Не успел зайти. Это же как уж. Да, это, мол, это, мол, это теперь копать. Как там? Я уже накопал. Всё, я могу ехать, да? Так что... Я так же сплачу. Пятер, какой ты сейчас пойдёшь копать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и всё, ребята. Подарками, любезностями мы поделились. Ну и, конечно, ребята, за скромный столик. Вот с таким вот салом, ребята. Я ехал и бредил целых, наверное, два с половиной. Три часа, да, Паш? Три часа, наверное. У Паши такое вкусное сало. И мы сейчас под беленькую, ребята, под беленькую. Ну ладно. Всё, вступление длинное. Я думаю, понравилось. По находкам, что нам подарили, ещё озвучиваю днём, при свете. Ну а сейчас пойдём, ребята, вон. Фары освещают именно это место, где были найдены. В принципе, хорошие находки, он не закончен. Так что находки. Там была петровская монетка, потом ещё кресик, штурвальчик. Вот так что посмотрим, посмотрим. Смотрим, будет интересно. Итак, ребят, зашурфились. Шурф здесь, шурф там и шурф слева. В общем, у Паши на правах хозяина земляной дед одарил вот таким вот крестиком. Крестик, штурвальчик. И не простой, и не золотой, а серебряный. Нечастая находка. Маленький, зачётный. И весь целый. Абсолютный весь. Всё на месте есть. Вообще класс. Огонь. Хорошо начался коп. Ночной. Думаю, находки ещё будут. Класс. Чё, поздравляешь её? Спасибо. Погнали дальше. Итак. Я удивлён такой находке. Видите, да, между пальчиками. Вроде маленькая. Но она такая шикарная. Такой я первый раз вижу. Смотрите, какая пуговка. Маленькая. Рукавная, походу. И смотрите, какой рисунок здесь. Вообще любители именно металлопластики, в частности, вот такой вот пуговки, оценят. Эта пуговка позолоченная. И плюс на ней, вот знаете, такое землянмер или что-то в этом роде. Вообще классная находка. Фундамент должен быть хороший тем, что эти люди, обладатели вот этой пуговки, землемеры, они имели власть. Имели власть в деревне. И даже имели возможность осуществлять судебные процессы. А сейчас, ребят, давайте я немножко вам расскажу о предмете, который у меня в руках. Чиновника Межевого ведомства Российской империи. Её носил человек, который занимался делами по всей губернии. Он о делении землями, толковании законов о межевании. В 1898 году департамент был ликвидирован, а его функции переданы судебному департаменту Сената. Вот так что пуговка огонь. Вообще огонь. Было несколько советиков, я вам не снимал. Только что касается царизма. Зачётно, зачётно. Это снова Паша. Держи. Красавчик. А тут ещё, вот, ребят, ещё вот такие печальные находки. Так, это мы показывали. Двушечка. 26-й. Да, печально. То, что не 27-й. Крестик. Паша саданул. Доломал уже, видимо. Да, потому что так вот крестик просто бомбануть нельзя. Вот. И потом ещё кусочек отыскал. Ладно. Гнали. Ждём остальных. Итак, ребята, доброе утро. Мы проснулись. Ночь мы пережили. Холодно, ребят. Очень холодно. Если бы машина не включалась, бы замерзла. Погода не радует, как говорится, Казань. Не знаю, как мои там гуляют сегодня. Вчера отправились они в Парк Победы. Видео предложу, потому что у меня юный блогер снимал. В общем, собираемся. На поле, на которое хотели вчера сначала запланировать. Но в связи с тем, что был там один нюанс. Паша. Вчера был чемпионом по находкам. Я думаю, я им сегодня фору дам. Вот так что, как бы это. Сейчас будет интересно. Будет интересно? Да, на том поле будет. Там начнется настоящее соперничество. Битва металлоискателей. Но битва, я думаю, начнется именно в деревне. Сейчас мы идем просто на поле. Развеется. Вот сюда приехали мы пошурфить. Потому что ночь, уже ни хрена ничего не видно. Но находки вы видели. Самое, что интересно, у Паши было тогда, когда у меня произошло такое, знаете... Что-то у меня с желудком было плохо вчера. Наверное, с гладухи Пашного сальца нахлопался. И, короче, у меня это... Ушел я в аут. Ну, а они немножко поднакопали. Поднакопали, что у нас? Вот такой вот крест был шикарный. Вот такой вот крестик. Спаси и сохрани. Молитвы честному кресту. По крестам вчера чемпионам точно. Да, крестик он вчера накопал нормально. Вот. В мое отсутствие была... Так, а что у нас Кать? А, нет, Лиза. Это Лиза. Лиза. 60-й год. Как обычно. Денечка A2. У меня все дырявые. Да, как обычно у Паши дырявые. Он прям любитель. Вот самое, что интересно, вот такой вот, ребята. Вчера был сюжетик. Землемера. Пуговка позолоченная. И, конечно же, крестик. Штурвальчик серебряный. Здесь, по-моему, сегодня вот. Приятный такой, целенький. Это лучше. Вот так что, так вот, Паша, пока лучше. Деревня находится на склоне, на обрыве. Деревня Петровская, потому что здесь Петровские монеты находили. Вот. Деньга, Катя, Лиза. В общем, по указу Петра в свое время деревни всегда ставили на оврагах. На обрывах, на склонах. А все равнины использовали под поля. Вы подумайте, полей куча, да? Зачем так затрудняет себе жизнь? Ну, раньше ребята были леса. А эти поля лакорчевывали корни вручную. Так что закладывали шурф. Вот здесь вот. Здесь были находки. И где мы вчера находки были. Там шикарная вещь была. Орел. Как называется орел, Паш? Который ты там находил? Ну, он назывался... Мы думали, что это киверный герб. Ага. Киверный, который на шапке... Ну, как бы... Шапка. Не шапка, это уж. А в итоге что это оказалось? А оказалось, что это на шейный знак. Он вот здесь вот носился. Ага. То есть офицеры тысячи образца, там, 1812 года носили при парадной форме одежды. Они именно... То есть человек, который все это определил, мы ему отправили на реставрацию. Все он сказал, что это не киверный герб. Но это очень тоже редкая находка на шейный знак. Ага. Он вот здесь вот носился. А по цене ты разу смотрел, озвучили? По цене на мешке, конечно, была стоимость. Достаточно серьезная. Порядка 400 тысяч рублей. Офигеть. Но... Естественно... Кто-то, видимо, готов такие деньги заплатить. У нас, естественно, это фломурская символическая сумма. Вот такие находки здесь, ребят, бывали, встречались. Да, Кирюх? Ладно. Будем собираться потихоньку переезжать на поле, которое распахали для нас. Постарались фермеры. Услужили. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...